В приоритете газификация села и дорожное строительство. Сегодня на заседании областной думы в первом чтении был утвержден проект бюджета региона на 2012 год. Несмотря на сохраняющийся предельный дефицит, в 15% финансирование социальных программ останется в полном объеме. Станислав Лопатин продолжит тему. По прогнозам финансистов, нашему региону предстоит прожить еще один непростой год. Учитывая определенные трудности с налоговыми поступлениями, объем доходов области запланирован на 10% меньше по сравнению с 2011. Дефицит бюджета составит 7,5 миллиардов рублей. Но хотя по ряду направлений предусмотрено сокращение расходов, социальная сфера по-прежнему останется нетронутой. 70% в бюджете это была социальная составляющая, я имею ввиду зарплаты, все социальные расходы и выплаты. Поверьте мне, что мы не уменьшились. Мы остались на этом же уровне. Для всех, кто сегодня говорит, что мы отменили какие-то социальные законы, официально заявляет вранье чистейшей воды. К первому чтению депутаты подготовили более 40 поправок, большая часть которых согласована с администрацией области. Благодаря внесенным корректировкам доходная часть бюджета увеличилась на 540 миллионов рублей. Причем эти средства предложено направить на строительство социальных объектов, развитие сельского хозяйства и на поддержку спорта. Что наряду с газификацией и дорожным строительством также является задачами, поставленными перед депутатами при формировании народного бюджета. Значительная часть предложений поступавших в народный бюджет как раз касается завершения газификации, строительства дорог. Есть и конкретные объекты, которые также поступали. Например, строительство ФОКа в Афроловском районе. Вот эти предложения учтены. И мы, конечно, себе отдаем отчет в том, что не все предложения, поступившие в народный бюджет, могут быть учтены в 2012 году. У нас эти предложения расписаны по трем годам. 2012, 2013, 2014 год. После полуторачасового обсуждения документа большинством голосов парламентарии одобрили проект бюджета на 2012 год в первом чтении. Тем самым дав возможность администрации работать над привлечением федеральных денег для реализации важных целевых программ. Самое главное, что мы сегодня можем отстаивать позиции регионов федерации во всех министерствах. Я думаю, что это позволит нам защититься и по линии сельского хозяйства, и по линии предпринимательства, и по другим направлениям, где мы в федеральных программах участвуем. И увеличить бюджет за счет трансфертов из федерального бюджета. То есть процесс, я думаю, запущен. Следующее рассмотрение областного бюджета 2012 намечено на 1 декабря. До этого времени депутатам предстоит поправками конкретизировать расходы по отдельным статьям документа. Станислав Лопатин, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!